Замена хрусталика глаза и высокая дальнозоркость. Если у вас катаракта или вы хотите избавиться от очков при высокой дальнозоркости, используя метод рефракционной замены хрусталика. Всем привет! С вами снова Алексей и это канал о зрении и технологиях в офтальмологии, не офтальмолог. В этом видео я расскажу о специфике выбора хрусталика глаза и замены хрусталика глаза при высокой дальнозоркости. У меня на канале есть уже два видео на тему высокой близорукости и в принципе обычной степени близорукости и замены хрусталика глаза. Если эта тема будет интересна, ссылки будут в описании к этому видео. И, кстати, напоминаю, что на сегодня на моем канале записано около сотни видео на тему выбора хрусталика глаза, все современные технологии, материалы, типы хрусталиков, обзоры разных моделей и так далее и тому подобное. Вся информация совершенно открыта и бесплатно доступна для вас. Пожалуйста, пользуйтесь поиском на канале, смотрите списки воспроизведения, листайте списки видео, смотрите на обложки, и вы, скорее всего, найдете то, что вы ищете. Однако, если вы не хотите разбираться во всем этом многообразии, или все-таки что-то вам все еще не понятно, и вы хотели бы получить мою персональную консультацию по поводу выбора искусственного хрусталика глаза, загляните в описание к этому ролику, там подробно описано, как ее можно получить. А в этом же видео я расскажу, чем отличается высокая дальнозоркость от состояния обычного состояния глаза или от состояния высокой близорукости. Итак, что такое дальнозоркость, какие особенности зрения у пациентов с дальнозоркостью мы можем наблюдать, и как это все влияет на выбор хрусталика глаза. Сразу хочу сказать, что я как раз тот пациент, который имеет прекрасный опыт с высокой дальнозоркостью, У меня врожденная высокая дальнозоркость, правый глаз примерно плюс 7,5, левый плюс 4,5, плюс 5, еще и достаточно высокий астигматизм. Так как это состояние у меня врожденное, у меня еще была развита амблиопия, которую я достаточно неплохо откорректировал уже во взрослом возрасте. Кстати, в описании к этому видео будет тоже ссылка о том, как я улучшил свое зрение в возрасте 35 лет при наличии амблиопии с высокой дальнозоркостью. Если очень кратко, использовал специальную израильскую технологию Revital Vision, о ней я тоже снимал отдельное видео, ссылочка вот в этом углу тоже будет в описании. В этом видео я более подробно рассказал о технологии Revital Vision, в каких случаях она может улучшить зрение, как это все работает, почему это помогает и так далее. Окей, идем дальше по теме этого видео. Итак, что такое дальнозоркость? Как вы знаете, дальнозоркость и близорукость это расстройство рефракции, вызванное несоответствием размера глазного яблока тому оптическому аппарату, который у нас развился. То есть, если у пациентов с близорукостью глаз вырос больше нормы, то у пациента с дальнозоркостью наоборот. Глаз обычно меньше нормы, поэтому лучи света, которые проходят через роговицу и хрусталик, фокусируются за сетчаткой. И для того, чтобы вернуть вот эту зону фокуса из-за сетчатки на сетчатку, то есть передвинуть ее в то место, где она должна быть, нам нужно использовать так называемые плюсовые очки. Почему именно плюсовые? Потому что, когда мы добавляем линзу с плюсом, она уменьшает оптическое, она уменьшает фокусное расстояние оптической системы. То есть, если фокусное расстояние нашего глаза вот такое, а глаз у нас меньше, то если мы добавляем линзу с плюсом, то мы, соответственно, уменьшаем вот это фокусное расстояние для того, чтобы фокус стал четко на сетчатку. И в этой ситуации вроде бы все неплохо, но есть один важный нюанс. В чем же заключается этот нюанс с глазами с дальнозоркостью? Как вы помните из других моих видео, для того, чтобы правильно рассчитать хрусталик глаза, нам нужно понимать параметры глаза, предсказать положение хрусталика в глазу, для того, чтобы вот этот бутерброд из роговицы, хрусталика и сетчатки четко соответствовал один другому. И проблема здесь заключается в том, что если хрусталик в дальнозорком глазу, который меньше, чем нормальный глаз, и тем более меньше, чем глаз с миопией или с близорукостью, если этот хрусталик будет смещен чуть-чуть дальше или ближе от сетчатки, вот это незначительное смещение, за счет того, что хрусталик при дальнозоркости имеет обычно большую оптическую силу, вот это смещение хрусталика будет иметь гораздо более знаменитые последствия для остроты вашего зрения вдаль, вблизи или на любом расстоянии. А как я уже много раз говорил, проблема в том, что поставить хрусталик четко в какое-то определенное фиксированное место в глазу невозможно. Это, к сожалению, не объектив фотоаппарата, который сделан из пластика, металла, где есть четкое посадочное место для каждой линзы, и вся эта конструкция четко хорошо сработана. Глаз это живой организм, состоящий из абсолютно мягких тканей, там нет никаких даже костей, за что можно зафиксироваться, поэтому если мы ставим хрусталик, то он занимает примерное какое-то положение. Да, мы на сегодняшний день умеем и четко предсказывать это положение с определенной долей точности, и относительно точно его ставить, но с глазами с дальнозоркостью это гораздо сложнее. Там сложно и рассчитать, в принципе, потому что формулы, которые на сегодняшний день используются, они все равно не в состоянии вот со стопроцентной точностью предсказать оптическую силу хрусталика. И плюс хирургическая техника всегда имеет какие-то свои нюансы, и вот этот хрусталик может чуть-чуть смещаться. Соответственно, когда мы ставим хрусталик или делаем рефракционную замену хрусталик, либо оперируем катаракту у пациента с дальнозоркостью, часто, особенно если это высокая дальнозоркость, часто врач может не попасть в нужную рефракцию, и пациент с дальнозоркостью не получит то качество зрения, к которому он привык. Тут есть еще одна проблема. Дело в том, что пациенты даже с высокой степенью дальнозоркости, и я тоже имел этот опыт в молодости, могут иногда за счет аккомодации вообще не пользоваться очками. Кстати, это один из популярных мифов о том, что вот не какая-то там зрительная гимнастика может дать возможность не пользоваться очками. На самом деле тут никакая гимнастика не помогает, просто физиологически пациент с дальнозоркостью, за счет того, что он может аккомодировать, а хрусталик человека аккомодирует достаточно в больших пределах. Напоминаю, аккомодация это способность нашего глаза настраиваться на ближнее, среднее расстояние, потому что в расслабленном состоянии глаз обычно смотрит вдаль, и он расслаблен. Ну, опять же, подробнее в описании будут ссылки на тему о том, что такое аккомодация, призбиопия и так далее. Так вот, пациент с дальнозоркостью в молодости мог за счет аккомодации получать хорошее зрение вдаль, хорошее зрение на любом расстоянии, но потом с возрастом эта функция немножечко уходит, и пациент продолжает относительно неплохо видеть с очками и вдали, и вблизи, и тут ему делают операцию. И самое неприятное, если происходит вот эта ошибка положения хрусталика, это даже не ошибка, на самом деле это называется рефракционный сюрприз, и положение хрусталика смещается так, что пациент получает так называемую остаточную миопию, то есть до операции был дальнозоркий, после операции вышел с минус 2, например. В этом случае, если выбран монофокальный хрусталик, человек может видеть вблизи более-менее нормально, или при минус 2 на самом деле, это не то чтобы вблизи, это так ближе к среднему, но для дали нужны очки. В общем, проблема с высокой дальнозоркостью именно в том, что часто врач не сможет вам гарантировать хороший результат после операции, что вам не понадобятся очки. И именно поэтому, если у вас высокая степень дальнозоркости, вам нужно тщательно выбирать клинику, где хорошо умеют рассчитывать хрусталики и правильно подбирать тип хрусталика. А что касается типа хрусталика для глаз с высокой дальнозоркостью, я бы хотел сказать, что монофокальный хрусталик в этом случае, наверное, не самый лучший выбор, потому что у него как раз очень узкая зона, там, где человек может четко видеть. И если, допустим, подобрать монофокальный хрусталик только вдаль, но, опять же, произойдет вот это непредсказуемое смещение хрусталика, то пациент не совсем понятно, где сможет видеть. Или даже наоборот, пациент скажет, окей, мне нужно там работать на среднем расстоянии или читать, я буду, я вот решил пользоваться очками только вдаль. Опять же, может произойти такой неточный расчет, что пациент не получит то зрение на том месте, где он планировал. Поэтому я бы монофокальный хрусталик при высокой дальнозоркости не рассматривал. Более того, я даже не рассматривал бы в этом случае мультифокальный хрусталик, потому что там есть или две, или три зоны фокуса. Кстати, у меня на канале есть видео о том, почему хрусталик может не работать, и это как раз эта ситуация, ссылочка будет в этом углу и в описании к этому ролику. Так вот, именно по той причине, что вот эта вот целевая рефракция или зона, при которой человек будет хорошо видеть, в случаях с высокой дальнозоркостью может сильно смещаться, и опять же, если это даже бифокальный или трифокальный хрусталик, вот эти все три зоны фокуса могут отъезжать дальше или ближе от глаза. Я бы рекомендовал в случае с высокой дальнозоркостью исключительно настоящий EDOF хрусталик. Это в лучшем случае, это может быть модель Текнис Симфони, потому что она имеет вот такую плоскую кривую дефокуса. Опять же, что такое кривая дефокуса, смотрите мои другие ролики. Другими словами, вот эта линза сможет компенсировать определенную степень ошибки, если ваш хрусталик будет рассчитан не точно. Уважаемый коллега, если вы офтальмолог, управляющий или владелец офтальмологической клиники, и вы хотели бы улучшить процессы взаимодействия с вашими пациентами, или внедрить лучшие практики и современные технологии по работе с хрусталиками глаза в вашей клинической практике, вы можете обратиться ко мне для получения персональной консультации или полного консалтинга по вашему проекту. Загляните в описание к этому видео, там вы найдете подробную информацию, как это можно сделать. А если это книзм симфонии для вас не вариант по той или иной причине, я бы посмотрел на модель хрусталика, которая называется iHands, который тоже является хрусталиком с расширенной глубиной фокуса, который тоже в большей степени прощает вот эти рефракционные сюрпризы, хотя в меньшей степени, чем симфонии. То есть вот с этими двумя моделями хрусталика в случае высокой дальнозоркости, вы будете в большей безопасности и с меньшей степенью вероятности после операции вам понадобятся очки для того или иного вида работ, особенно если вы берете линзу симфонии, и расчет будет сделан удачно и попадет точно в цель. Друзья, если у вас будут какие-то вопросы по выбору хрусталика глаза, либо по лечению катаракт или рефракционной замены хрусталика, спрашивайте внизу в комментариях, попробую поделиться моим 25-летним опытом в этой сфере и помочь вам выбрать правильный тип хрусталика именно для ваших целей, для максимального зрительного комфорта после операции. Да, и вот еще что, если вы все еще смотрите этот ролик, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь и прокомментируйте что-нибудь, чтобы помочь на развитии канала. И увидимся в следующих выпусках. Пока!